Все уже давно выставили свои рождественские новогодние рецепты. Я делаю это с опозданием, но лучше поздно, чем никогда. Давно я хотела приготовить вкусный кекс на закваске, и вот ловите рецепт. Все сухофрукты, кстати, ингредиенты будут указаны в описании. Все сухофрукты замачиваем в алкоголе. Оставляем при комнатной температуре, можно на сутки, я оставила на одну ночь. Если хотите добавить орешки, то можете тоже заранее их подготовить и нарезать. Для опары я смешиваю закваску, воду и муку. Оставляю при комнатной температуре на ночь, у меня прошло 9 часов. И замешивала я сразу в миске, в которой будет основное тесто. Спустя ночь, утром, я беру сливочное масло из холодильника. Порезала его на небольшие кусочки, добавила в миску, и миксером просто разбила эти кусочки масла. Далее по одному добавляем яйца, и каждый раз тщательно все перемешиваем. То есть перемешиваем тщательно одно яйцо с маслом, и так 4 раза. После этого я добавила сахар и взбивала эту массу до растворения сахара. Я прекрасно знаю, что вначале взбивается сливочное масло с сахаром до пышности и до побеления масла, а после этого по одному взбиваются яйца. Я так не делала, но если вы хотите, то можете сделать так. После этого я добавляю все специи по 1 чайной ложке, буквально секунд 10 перемешиваю и отставляю. Опара за ночь отлично поднялась, стала очень воздушная, пузырчатая. В нее я добавляю свою масляно-яичную смесь со специями. Вы можете перемешивать это все ложкой, но я перемешала также миксером, и все получилось отлично. Далее добавляем наши замоченные сухофрукты, естественно, предварительно убрав из них жидкость. Также все перемешиваем, и в это время вы можете добавить цедру одного апельсина, это по желанию. И отставляем наше тесто на 3 часа при комнатной температуре. Заранее разогреваем духовку до 180 градусов, перекладываем наше тесто в формы, в которых будем выпекать, и ставим в духовку. У меня кексы выпекались 1,5 часа. У вас может быть дольше, либо по времени гораздо меньше. Смотрите по своей духовке и обязательно проверяйте готовность теста шпажкой. По готовности вынимаем кексы из духовки, далее даем немного остыть, вынимаем их из формы, даем остыть окончательно и украшаем по желанию.